За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 109 происшествий. Из них 16 преступлений, 15 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 74 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 2 единицы оружия и 93 боеприпаса. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, зафиксировано одно ДТП, в котором один человек погиб, трем причинен вред здоровью. Молодые люди 91, 92, 95 года рождения доставлены в реанимационное отделение Ненецкой окружной больницы. 29 июля текущего года около 18 часов возле жилого дома 22 по улице Авиаторов произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны улицы Российская в сторону улицы Октябрьская, не справившись с управлением транспортного средства, совершил опрокидывание автомобиля в квет. На месте происшествия работали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка. В связи с чем сотрудники отдела ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения. 29 июля 2016 года на территории округа проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель» в целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Проверено 65 единиц автотранспорта, выявлено 4 административных правонарушения. На территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», проверены адреса возможного проживания неплательщиков административных штрафов. С 73 гражданами проведена профилактическая беседа о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности в случае его неуплаты, предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Составлено два протокола об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел мировыми судьями вынесено решение о наказании в виде обязательных работ. Оплачено 10 постановлений на общую сумму 5060 рублей. В отдел Федеральной службы судебных приставов для принудительного взыскания направлено 47 неисполненных постановлений. Полицейские изъяли из незаконного оборота оружие, боеприпасы и вещество предположительно растительного происхождения. В ходе оперативного сопровождения в рамках расследования уголовного дела сотрудниками отдела уголовного розыска проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение на территории округа незаконного оборота оружия, боеприпасов, патронов, а также наркотических средств и веществ растительного происхождения. Так, в Наринмаре обнаружен схрон, в котором находились обрез гладкоствольного ружья, патроны к нему, а также вещество предположительно растительного происхождения массой около 200 грамм и 2 гранаты. В настоящее время изъятые предметы направлены на исследование, следствие продолжается. В дежурную часть полиции поступают заявления граждан о фактах краж денежных средств, банковских карт и мобильных телефонов, а также иного личного имущества. Жертвой интернет-мошенников под предлогом оформления путевки в пансионат стала жительница Наринмара. В дежурную часть УМВД России Панао от жительницы города Наринмара поступило заявление, в котором она указала, что в середине июня текущего года неизвестное лицо под предлогом бронирования номеров в пансионате Республики Абхазия предложило ей перечислить 29 295 рублей на банковский счет, указанный на сайте. После перечисления на электронный адрес жительнице пришло подтверждение о том, что сумма на расчетный счет поступила. Когда гражданка связалась с пансионатом, ей сообщили, что никакой предоплаты от нее не поступало и переписка по электронной почте не велась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что мошенники создали и использовали в интернете ложный сайт известного пансионата в Республике Абхазия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции не рекомендуют гражданам переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, приобретая товар и пользуясь какими-либо услугами у незнакомых людей посредством сети интернет. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя.